Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу деяний апостольских. Нет ничего равного милосты. Или лучше, так велика сила этой добродетели, когда она происходит из чистых сокровищниц. Когда происходящее от неправедных стяжаний подобно источнику, изливающему нечистоты, так происходящее от праведных стяжаний, есть как бы прозрачный и чистый поток в саду, приятный на вид, усладительный на вкус, доставляющий свежесть и прокладывал во время полудня. Такова милостыня. При этом источники растут не тополи, не сосны и не кипарисы, но другие, гораздо лучше этих великих произрастения. Любовь Божия, похвала от людей, слава пред Богом, благорасположенность от всех, изглаждение грехов, великое дерзновение, презрение богатства, милосердие, которым питается древо любви. Обыкновенно ничто так не питает любви, как милостыня. Она простирает на высоту свои ветви. Она источник лучше райского, не разделяющийся на четыре начала, но достигающий до самого неба. Она источает ту воду, текущую уже вечную. Иоанна 4,14. Смерть, коснувшись ее, исчезает, как искра в источнике. Так она, где бы ни источалась, производит великие блага. Она угошает ту реку, огненную, как искру. Она истребляет того червя, как ничто. Кто имеет ее, тот не узнает. Скрежета зубов. Матфея 25,30. От воды ее, если и капля упадет на узы, расторгает их. А если упадет в печи, всецело погашает их. Как райский источник не таков, чтобы то изливать потоки, то и сыхать. Так он не был бы и источником. Но течет постоянно, так и наш источник пусть всегда изливает очень обильные потоки. Особенно для нуждающихся в милостыне, чтобы он оставался источником. Это доставляет радость принимающему. Это и есть милостыня, когда изливается поток не только обильный, но и постоянный. Если хочешь, чтобы милость Божия дождила на тебя как бы из источника, то имей и ты у себя источник. Ничто не может сравниться с ним. Если ты откроешь этот источник, то источник Божий откроется так, что превзойдет всякую бездну. Бог ожидает от нас только повода, чтобы излить благо из своих сокровищниц. Когда кто тратит, когда издерживает, тогда богатеет, тогда изобилует. Велик исток этого источника, чист и прозрачен поток его. Если ты не заградишь его, то не заградишь и того источника Божия. Никакого бесплодного дерева не насаждай при нем, чтобы оно не потребило влаги его. У тебя есть имение, не насаждай там тополей, такова роскошь. Она много истребляет, но ничего с собой не доставляет, а только губит плод. Не насаждай ни сосну, ни лип и ни других подобных, требующих многого, но ни к чему не полезных. Такова роскошь в одеждах, только приятные на вид, но не полезные ни к чему. Вырасти виноградные лозы, насади всякие деревья плодовитые, какие хочешь, в руках бедных. Нет ничего плодоноснее этой земли. Хотя невелика вместимость руки, однако насаждаемое здесь древо достигает до самого неба и стоит твердо. Это и значит насаждать. А насаждаемый на земле, если не теперь, то через сто лет погибнет. Для чего же ты насаждаешь деревья, которыми не будешь пользоваться, а прежде, нежели воспользуешься, смерть придет и похитит тебя? А это дерево, когда ты умрешь, тогда принесет тебе плод. Если насаждаешь, то насади не в ней насытную тробе, чтобы плод не был извержен вон, но насади в чрево алчущим, чтобы плод достиг неба. Утешь страждущую душу бедного, чтобы не скорбела твоя утучневшая. Не видишь ли, как деревья, напаяемые через меру, загнивают с корня, а напаяемые умеренно возрастают? Так и ты не напояй чрезмерно своего чрева, чтобы не загнил корень этого дерева. Напояй чрево, жаждущее, чтобы оно принесло плод. Напаяемое в меру не загнивает от солнца, а неумеренно напаяемое загнивает. Таково естественное действие солнца. Неумеренность везде зло. Поэтому будем воздерживаться от нее, чтобы и нам получить то, о чем просим. Источники, говорят, получают свое начало в местах весьма возвышенных. Сделаемся же и мы возвышены душою, и тотчас потечет от нас милостыня. Невозможно возвышенной душе не быть милостивой, и милостивой не быть возвышенной. Итак, кто презирает имущество, тот выше корня зол. 1 Тимофею 6.10 Источники по большей части находятся в пустынях, и мы изведем душу из мирской суеты и потечет от нас милостыня. Источники чем более очищаются, тем более обильными становятся. Так и мы чем более будем раздавать, тем более произрастет благ. Кто имеет источник, тот чувство страха. Так и мы, если будем иметь источник, милостыню не будем страшиться. И для питья, и для орошения, и для постройки зданий, и для всего полезен нам этот источник. Нет ничего лучше такого питья. Оно не производит и пенение. Лучше иметь такой источник, нежели источники, доставляющие золото. Душа, носящая это золото, лучше всякой земли золотоносной. Оно сопутствует нам не в это царство, но в горнее. Это золото служит украшением Церкви Божией. Из этого золота приготовляется меч духовный, Ефесянам 6,17. Меч, которым посекается змей. Из этого источника происходят драгоценные камни, украшающие голову царя. Не будем же пренебрегать таким богатством, но будем творить милостыню щедро, чтобы нам удостоиться милости Божией по благодати и щедротам единородного Сына Его, Которому всякая слава, честь и держава со Святым Духом во веки веков. Аминь. Приведите поклонение всех цареве нашему Богу. Приведите поклонение всех преподням Христу, цареве нашему Богу.